приветствую всех на сегодняшнем видео сегодня я решил разобрать нейтральные карты какие будут полезны для колод которые связаны не только на нейтральных командирах это у нас небольшой можно сказать гайд поэтому данную информацию можно в целом рассматривать как и гайд для новичков но естественно я не претендую на то что я гуру игры не претендую на то что некоторые карты будут изменены возможно какие-то уйдут естественно наследие в будущем но все-таки данные карты которые я укажу чаще всего используются в большинстве колод которые мы можем увидеть в ладере на высоком ранге точно и первая карта это у нас кайзу лейн данная карта скажем так весьма хороша но на данный момент она не несколько устратила свою популярность но при этом она не осталась плохой карты она до сих пор является довольно неприятной картой на которую очень часто фокусируется внимание оппонента потому что это 12 генерация ресурсов с прицогом который не исчезает после вашего хода то есть он у него стоит вечно он генерит одну из трех тактик на ваш выбор то есть тактика не случайно в плане того что вы нажали обилку он вообще абсолютно случайно упал нет вы можете ее выбрать из трех которые вам выпадут и это все весьма удобно гибко и неприятно понятное дело что сейчас в эпоху довольно агрессивных кавлот ну напомню что сейчас на высоком ранге доминирует в основном сигизмунды ангроны храны джигатай хан и сестры которые очень любят почистить стол я скажу что данная карта несколько не актуальна но если игра на будущее обновление баланса будет затягиваться то есть уже будет возможность сыграть не к шестой седьмой мане леталые а где-то к десятой эта карта весьма неплохо себя покажет поехали дальше лихтер арус это одна из моих любимейших карт в игре это очень универсальная и гибкая карта которую можно засунуть в любой билд и она будет играться абсолютно любая колода будет рада данной карте по тебе есть вариативность то есть это и хил командира и пополнение маны и естественно топор карты чаще всего используется либо как добор либо как пополнение маны однако ну и как хил тоже может спасти очень хорошая карта рекомендую брать всем дальше мы идем по одной из самых интересных карт которые выдают бесплатно всем насколько я помню за подписку по моему на рассылку но могу ошибаться это орден летописцев в целом карта весьма интересная тем что по сути она позволяет вам свистнуть чужую тактику которую только что разыграл оппонент в свой ход соответственно вы можете забрать у него допустим какую-то полезную карту по типу хила добора летала сбоя сэйва какого-то по типу прессога допустим ну предвидение так что в целом карта весьма полезная особенно для новичков на начале весьма приятный бонус я считаю что в некоторых колодах она даже сейчас на высоких высоком ранге играется в частности некоторые ханы джигаты ханы ее носят чтобы допустим забирать какие-то либо карты на перебор либо у ангронов допустим забирать их клинок то есть весьма интересная карта дальше я хочу отметить разрушенный город разрушенный город весьма интересная карта она интересна тем что это добор то есть хорошо играется в колодах которые завязаны на доборах на переборах то есть есть допустим на агентах сигелита колода через ревеля арвиду и то что там крутит очень много тактик допустим на епете да он же перебирают руку и с помощью вот этих вот тактик рука перебирается разыгрывается и естественно происходит что правильно урон в целом все дешевые тактики которые перебирают руку это очень хорошая карта для именно агентов сигелита у них большое взаимодействие с ними в целом с нейтральными картами поэтому если меня спросят что нужно для агентов сигелита я точно скажу что очень много нейтральных доборов и вот как раз таки разрушенный город один из них также я рекомендую его носите в мету когда очень много соло героев по типу джигатайхана потому мартариона и как естественно выползает в их контрпик сауни баран то есть командиры которые играют в основном от обилки в целом это действительно хорошая карта против них застопорить им начальные ходы добраться это очень приятный бонус вот дальше я хочу рассмотреть менее полезную карту это перемещенные гражданские но я хочу рассмотреть в контексте сразу двух карт перемещенные гражданские и как она там называется то вот темнейшие небеса в целом эта карта весьма спорная но она играется в основном варианте за одну ману либо за 2 ой либо за 3 вот за ману она играется на сестрах и на железных войнах и мартарионах потому что за счет них можно набить расплату либо вирусным бомбам дать увеличение либо для десятины дать баф то есть тут за счет тарана и квест сестер достигается большой уровень урона с великой десятины темнеющие же небеса в основном носят фулгрима потому что они могут эту карту удешеветь поставить под атаку ультараксов и зачистить стол также эту карту носит титаны потому что они могут себе позволить дотянуть игру и вот эту карту провязать и зачистить ваш стол так что будьте аккуратны карта не самая приятная следующий я хочу рассмотреть блестящую решимость карта несколько спорная но в колодах где есть существа с большим количеством атаки это допустим темные ангелы это допустим гвардия ворона это допустим ребята из гвардии смерти она очень хороша потому что это для гвардии смерти триггер последнего вздоха для ребят играющих на темных ангелах и гвардии ворона это возможность себе поставить лицо да у темных ангелов есть возможность поставить лицо чем-то другим но все-таки это довольно приятная карта но стоит учитывать она весьма специфично и не зайдет во все билды следующий карты хочу еще рассмотреть ангельское присутствие карта на самом деле интересная потому что у вас есть вариативность это либо хил командира либо баф солдат на 1 хп но всего стола но проблема в том что данная карта редко используется потому что зачастую находится более полезные и более удобные карты которые хочется положить в колоду но если у вас мало карт а эта карта вам выпала не игнорируйте в случае если у вас нет хила как допустим у железных рук допустим очень большая проблема них с хилом у нынешней гвардии ворона тоже большая проблема с хилами и сэйвом в целом эта карта будет неплохой она может вам помочь но это все-таки для новичков больше ну атака мстителей это два урона для некоторых коллут которые заточены именно на нанесение урона таргетно то есть именно в лицо допустим затопить тучей тактик она может зайти но в целом весьма средненькая тактика которую не всем стоит таскать и в большинство колод она не идет но иногда может помочь но иногда дальше я хочу посмотреть на ударный истребитель восс это сбой оглушения которая работает и по и про прицогу и по оберегу и по инвизу то есть эта карта создана как раз таки контрить такие механики как который не позволяет вам зафокусить цель то есть это скорее предвидение еще не так не предвидение нет я ошибаюсь предвидение у нас же игнорили это оберег и скрытность карта весьма неплохая ее единственный минус это рандомность но увы что имеем то имеем если не хотите в рандомность играть то всегда есть разведывательная операция то же самое еще и один урон но не дает стана но при этом вы можете сфокусировать но увы она не работает на скрытность и оберег эти механики ее контрит так что в зависимости от того кого больше в ладере берите именно по вот этому величайшая обязанность тоже на самом деле интересная карта которую играют агроколоды которые могут себе позволить защищать стол чаще всего это джигатай хан арграху раньше играл еще старый люций сейчас такого уже наверное нет ну точнее так в наследии возможно есть карта неплохая но заходит опять же специфично и не всем командирам заходит еще керзу нынешнему но скоро он уйдет в наследие потому что следующий ящик на обновление это как раз таки из план 5 истребление и как раз таки уйдут повелитель ночи альфа легион и железные воины так что тут вопрос в том что что по итогу будет в этих картах после обновления какие будут командиры как они будут играться на данный момент если вы играете на хане и планируете играть на хане прям еще сезонов много то пожалуйста берите эта карта вам понравится эта карта будет неплохо потому что допустим сейчас мета где много кулаков вы можете просто эту карту накинуть на командира и начать чистить стол следующая карта это лорд молчал очень хорошая карта дает разгон на данный момент ввиду того что мета все таки больше агровая она ушла на второй план но карта действительно достойна так что раньше вообще имела статы 1.4 поэтому ее было крайне проблематично убить до маны 4 даже сейчас она является неприятной можно ее встретить на тех же имперских кулаках ее часто берут для разгона стола в целом карта весьма достойна но труднодоступна все таки также хочу отметить огонь по готовности карта хорошо заходит на механикусов наподобие тоцитуса проктора если вам упало можно взять карта интересно будет взаимодействовать с самими механикумами и в целом с колодами на технике завязанными то есть допустим на белых шрамах возможна разыгровка на каких-то имперских кулаках на железных руках на железных войнах примус ауксилии я не вижу смысла разбирать потому что эта карта специфична как и все колоды которые завязаны на нейтральной солярной ауксилии либо на нейтральной предательской ауксилии поэтому да интересной является яростный натиск это техническая карта для фракций у которых есть туши с какими-то возможностями наносить много урона сразу и разменивать либо с возможностью разменяться безвозвратно то есть это террор это тайная атака либо это заходит тушам которые могут отхиливаться при убийстве солдата или нанесении урона то есть карта в целом весьма достойна яростный натиск но опять же она зайдет сугубо на каких-нибудь гвардейцев ворона повелителей ночи белых шрамов на остальные фракции шанс того что она зайдет и будет эффективно крайне мал но не равен нулю все таки бывают жирные тушки бывают разные реализации но объективно если вы играете за гвардию ворона или повелителей ночи эта карта действительно является мастхевной неплохой картой является туманность алаксис она неплохо но это техническая карта которая зайдет вообще не во всякую колоду а в колоду допустим под комбинацию когда вам нужно выставить стол у вас есть комбинация допустим это у нас железные воины у них есть тактика за 8 осадное мастерство вы вытаскиваете стол и вам нужно его засейд чтобы вам не ремонули крупную тушку сразу вот эта тактика как раз для этого существует но опять же она специфична брать или ее не брать это дело такое но как пример я привел где ее можно использовать допустим дальше идет лазовинтовочная секция одна из самых интересных тушек в большинстве фракций она заменяет третий дроп как не иронично у многих фракций есть проблема с третьим дропом а тут тебе и пинг и приятные статы и карта довольно полезная в целом почему не взять не знаю поэтому я ее советую брать также неплохой является наследие визаса но свою пика она уже прошла когда была мета люциев ее некоторые люди пикали но она все таки дороговато стоя на двойку она была очень жесткой но увы неплохой является и пути снабжения но тоже прошла свой пик потому что раньше удешевляла на два сейчас уже на один поэтому мало вероятно что вы ее используете если берете то это чаще всего фулгрим на технике потому что ему это можно удешевить и у вас получится что карта за две маны добирается и удешевляется на один ну приятно решающий выбор одна из самых спорных легендарок нейтральных потому что за три маны вы получаете какую-то легендарку это не квест точно но при этом есть такой как сказать момент что вы пропускаете третий ход точно плюс это слот да возможно вы вырвите какой-нибудь контрадор часть макрага фалангу когти керза освобождение либо какие-то другие крутые леги но есть шанс что вам выпадет какая-нибудь бесполезная вам в данный момент легендарка по типу гордости кальбана если я не ошибаюсь по-моему так называется четверка которой вам вообще не будет нужно и какие-то другие кактусы и по итогу вам ничего из этого не нужно будет и вы будете сидеть и думать а как мне это применить поэтому карта весьма специфична ну опять же хтанийские медикаэ санитары приятная карта нейтральная нейтральный хил но в целом карта техническая больше где-то можно взять если нужно хил но большинство колод не таскает цитадель силинар раньше играли местами в колодах на имперских кулаках и на агентах сегелита либо на других фракциях у которых довольно точненькие тушки но их нужно но их они могут потянуть время и они могут разбавиться видел еще в повелителях ночи но не уверен что она была бы там эффективна на самом деле карта неплохая но ее губит то что все таки это 3 маны стоит а не 2 то есть весьма пассивный ход дальше неорасукаса очень жесткая карта но которая потеряла свою актуальность на данный момент от нее очень многие отказались в колодах ввиду того что очень быстрая игра кто-то забыл о ней карта действительно очень сильная она дает удорожание таксик на 2 это очень сильно плюс это еще и тушка ее надо разменять если у вас есть имперские кулаки допустим или какие-то стенки это хорошая карта которая поможет вам задержать оппонента но не всегда сработает еще хорошей карты когда-то была опустошенная земля но сейчас это весьма спорная карта как она будет показывать себя в будущем зависит от того каких командиров ведут раньше она игралась лишь на одном командире очень хорошо это был арнатов потому что у него была изначально три маны он генерировал себе карту в руку и за счет этого он тащил но сейчас проблемы как бы у нее в том что нету этого арнатова приказы стеры карта для игры подходит довольно неплохо это допустим карсвейн это допустим у нас является ангрон тот же самый какие-то ОТК сборки через хана через фулгрима на клинке лаэр он здесь действительно заходит сбор информации карта чаще всего юзается фулгримами объясню почему потому что это две карты за три маны для них в целом для них это нормально но другим командирам брать это дорого очень дорого поэтому она играется только в нем в фулгриме сорок пятое отделение для новичков это довольно хорошая стеночка если она вам выпала и у вас нету нормальной пятой маны в колодах возьмите карта себя покажет неплохо она действительно может посевить вам лицо посевить вам стол она неплоха но и не хороша то есть для новичков карта весьма весьма приятная для старичков у которых уже есть хоть какая-то коллекция чаще всего она не будет полезной но все-таки советую пересмотреться бронированный полк кстати тоже довольно неплохая карта на фулгрима интересные возможности но тоже все-таки дорогая потому что пять маны это довольно дорого порт пасть когда-то довольно интересная карта играется в основном в фулгримах нет не в фулгримах вру в магнусах и в керзах лейтовых но проблема в том что сейчас лейтовых колод нету по сути потому что им не дают доживать и как раз таки порт пасть он неэффективен потому что на данный момент вы не дойдете до лейта когда вы можете сидеть и спокойно смотреть на то как оппонент пытается вас догрызть и у него не получается сейчас вы мета довольно агрессивных колод эдик цензуры весьма эффективная карта против колод которые завязаны на тактиках то есть мы имеем допустим фулгримов много в ладере берем собираем колоду на большом количестве существ и эта карта делает больно но проблема в том что сейчас в ладере фулгримов почти нет а кроме ангронов которые активно бегают с тактиками в большом количестве есть проблема в виде сигизмундов и других колодах на существах по типу сестер и как бы у вас проблема в том что да вы одному какому-то ангрону снесетесь тактики он выйдет допустим или проиграет из-за этого но при этом это не спасет вас от того что допустим какой-нибудь умник на сигизмунде вам скажет да мне пофиг у меня все пять карт которые в руке это солдаты поэтому в момент когда очень много тактик и колод на тактиках в ладере она эффективна в другие моменты нет неплохой картой является еще двести четвертой когорта она весьма сильная две стенки три три это приятно но опять же не везде играют если у вас нету карт карта весьма неплохая хтонийский хоронит тоже неплохая карта но ее губит ее рандомность чаще всего будет бить в лицо вражескому командиру потому что вот эти вот карты которые самостоятельно атакуют они думают как боты и соответственно они бьют в лицо в этом вся проблематика гора форос интересная карта но тоже довольно долго играющие колоды допустим в имперских кулаках неплохо себя показывает либо в сиротах войны но проблема все та же пару раз видел в тадеусе файле проблема в том что она пассивна и играет долго то есть если вы можете растянуть игру до долгого то да она вам выдаст профит но шестая мана довольно важна и ставить ее довольно спорно потому что на шестой маневре могут просто сломать личико уже поставив какую-то сильную карту при затягивании в целом меты когда она будет играть не в мид рейндж а допустим лейт то это будет актуально сейчас же нет плюс эту карту губит то что эффект это упорство то есть будь решимость эта карта выигралась очень часто все таки халяву по сути получать одну тушку точно а стартес да пускай рандомного но удешевленного на 2 это вкусно плюс иметь сильную карту которую приходится убирать но сейчас увы нет легат командор карта хороша в колоду на пехоте это нейтралы это колебанцы это сестры когда у вас нету лег в других вариациях ну средненькая карта весьма и весьма марк валерий сугубо он для солярки еще могу подчеркнуть отчаянную оборону весьма неплохая карта для допустим игры на чем-то тяжелом и разгонах то есть у вас все юниты в колоде очень тяжелые и у вас в колоде в основном тактики и разгоны то есть вы чем-то защищаетесь от того чтобы поиграть но карта весьма специфична и ввиду того что сейчас вот мета такой как сказать быстрой игры она неиграбельна хорошей картой является и побеждающий огонь карта довольно сильная но опять же вам нужны карты которые позволят вам дожить сейчас она играется максимум волоцери потому что может дать ему фланг в другие же колодах она может играться тоже но это очень проблематично реализовать его сложно но за свою реализацию он дорого платит но опять же лишь очень малый процент колод сейчас могут его реализовать гнев императора играется в некоторых колодах допустим в сынах хорус когда у вас нет орбитальные высадки за 10 маны либо в каких-то колодах на сламандрах там лицезрел на ну как сказать на отэши тарси через удешевление тоже прошу прощения видел но в целом карта очень средняя поэтому я не рекомендую ну и одна из любимых карт титанов и тоже лейт колод сила обороны солярная ауксилия карта действительно неприятная но брать или не брать это тут очень спорно для титана обязательно для остальных колод ну навряд ли ну теперь перейдем к механику механику начинаем с буровой площадки карта которая по сути добавляет вам одну ману на на этот ход то есть у вас есть 3 маны будет 4 то есть по сути это мини разгон на один раунд очень полезная карта играет почти во всех фракциях особенно хорошо в тех которые являются тяжелыми или имеют какие-то тяжелые полезные карты улан худа очень интересная карта была добавлена она не настолько вариативна как лихте арвус но на колодах которые завязаны на технике она себя неплохо показывает поэтому если хотите играться через технику весьма полезная карта скраб код некоторые ребята на фугримах либо на каких-то карлодах через тактики ее используют она не прямо плоха ну и не настолько хороша для эпика она слишком дорогая в плане того что ее тяжело достать и если ее покупать она стоит много сугубо скорее для коллекции либо для тех кто хочет поиграться на фулгриме Целькис 04 это интересная карта хорошо играется в том же Тацитусе либо каких-то других колодах которые завязаны на технике но чаще всего это меховская карта можно попробовать поиграть в каких-то колодах на железных руках либо железных воинов если у вас очень мало карт Секутария Ксиарх хорошая карта для колод которые имеют возможность играть от пехоты либо же вы хотите быстро занять стол допустим это Каргас то есть для Каргаса это довольно сильный дроп приятный темный механикум карта чаще всего используется как раз таки увы ях механикум однако ее можно сыграть и в железных руках и в железных войнах потому что у них есть билды через технику карта не является плохой но почему-то ее именно используют сугубо мехи скорее всего потому что реализация довольно проблематична атака в ультараксов одна из самых пожалуй дисбалансных карт в своем роде потому что за 3 маны в купе с населением бегущим это значит за 4 маны вы получаете зачистку стола скорее всего всего потому что у вас минимум 4 пинга а это значит что скорее всего стол оппонента будет уничтожен так как большинство существ будут либо так или иначе покоцаны поэтому карта очень сильная если вы играете не через существ а через соло кома вариант ее взять действительно имеет смысл и если у вас есть население либо темнейшие небеса сильная карта но специфичная пояс астероидов тоже весьма сильная карта разгон маны до основания то есть у вас в случае если была 3 маны вы кидаете эту карту у вас будет 4 маны соответственно следующий ход у вас уже 5 маны карта очень неприятная в плане того что если она зашла со старта оппоненту будем честными никому не хочется чтобы вражеский командир шел быстрее вас по темпу и выставлял более тяжелых существ раньше чем это делаете вы но все таки она вариативна и не во всех командирах играет запрещенные протоколы раньше была одной из самых имповых карт в плане бафа но сейчас это очень слабая карта не рекомендую брать вообще никому потому что после того как убрали из бафов кровожадность карта потеряла смысл в целом военная комната карта не является плохой но не является хорошей можно попробовать закинуть в билды через тактики но все таки является тоже спорной весьма и весьма если нету карт закинуть можно очень неплохо играть с фулгримми страж ссылок если вы играете какого-то командира через квест или вам нужна мелкая стенка в квест механикум квест сестер он себя может нам зарекомендовать в остальном же квест в остальном же тушечка весьма слабенькая атака ой ворокс весьма сильная карта потому что имеет кровожадность и фланг также используется активно в квесте мехов колоды построены через них в квесте механикум ну в квесте железных рук тоже весьма часто можно увидеть и все таки используется тоже сестрами алхимический грамотом карта на самом деле интересная в билды на технику но так как в этой игре чаще всего играются агробилды эта карта с забвением хотя она является очень интересной потому что вы можете забрать копию даже вражеской техники и за счет этого возможно даже перевернуть стол ахеронский секутер очень сильная карта которую добавили нам в последнем обновлении 2 урона добор 3-3 туши на стол да добор техники но все таки если вы играете через технику эта карта очень сильная прелюст еще и позволяет контролировать стол я считаю ее весьма достойной и в целом если у вас есть техника в целом в колоде то можно ее положить и радоваться жизни потому что 2 пинга все равно это приятно заграус кейн карта сильная если вы играете через вот этого товарища и через пехоту то можно за счет него и за счет карт мехов попытаться в разбав но опять же карта весьма спорная кто-то может реализовать как допустим игроки на сауне баране кто-то не может карта спорная но иногда имеет право на жизнь капа пи довольно неплохая тушка для прикрытия на четвертую ману в целом можно даже закинуть в колоды которые обладают слабой четвертой маной какое-то время она посейвит лицо какое-то время не сейвит все-таки карта не самая сильная но и не самая слабая в целом техническая неплохой карт является также манипула костелаксов тоже 5 тоже пятая мана в целом для новичка тоже пойдет карта неплохой будет так как является стеночкой которая прикроет на себя большую часть вражеской агрессии плюс имеет приятное свойство что если у вас есть техника на столе она еще и получит две атаки то есть соответственно скорее всего она еще с большим шансом убьет вражескую карту ну в потерю целомудрия играют естественно сугубо только мехи и то скорее всего это проктор но мы добрались к самой интересной леги механикум на данный момент 4-5 щиток таран еще и обилка которая тоже помогает таран который позволяет взять технику очень неплохо играбелен статы приятные есть щиток чтобы разменять тушу и еще остаться на столе карта очень сильная если она вам выпала и у вас есть техника добавляйте в билд даже если у вас нет техники но нету сильных дропов на пятую ману я рекомендую ее вам взять потому что вы не прогадаете взяв приятную тушу в целом она сильная да есть сильнее карты но если у вас нету а у нас ну если у вас нету других нормальных карт на пятую ману эту карту взять можно она вам действительно поможет ковенант стилаксов на самом деле довольно интересная карта потому что стабильно выкидывает тушечку 2-3 вот эту вот на стол в виде стеночки ну не сказать что прямо сильная карта да но неприятная скажем так магистр кузница еще одна имба карта буквально имба которую я рекомендую иметь всем если у вас есть эта карта он позволяет очень большое количество дропов шестой маны закрыть потому что есть и щиток и сильная обилка и приятные статы ну действительно сильная карта которую стоит взять если вы играете от шестой маны и у вас нету нормальной шестой маны шестая мана часто является решающей и такой сильный дроп пусть и пассивный заставляет оппонента чаще всего его разменивать либо тратить ремофф что дает ему возможность перехватить как-то стол Тонатар Каликс эдакий вариант если у вас нету магистра кузницы и в целом нормальных карт тоже нету либо на зеленые какие-то колоды для турниров карта неплохая но ее губит упорство щиток делает ее довольно приятной в целом я могу еще сказать что неплохим является отбрыск олимпа если у вас нету нормальных карт на фланг нейтральных но все таки перегрузка и отсутствие какого-то тайной атаки либо террора ее очень сильно губит остальные карты играбельны сугубо в каких-то либо рофлодеках в случае зверского интеллекта ашуры донатара и ковенанта кибернетики либо вообще неиграбельны и приятно получить их с какой-то генерацией ресурсов допустим утешевленный как например квест механику но на нем играет очень мало переходим к хаосу битва в пустоте тоже весьма полезная карта но играется в основном в колодах которые завязаны опять же через тактики наподобие фулгрима либо какие-то колоды на агентах сегелит в целом карта приятная и довольно сильная потому что 2 урона вражескому командиру это неприятно всегда варп карта в основном комбинационная по сути она заходит только сугубо в комбинации на каких-то командиров по типу хаара либо ангрона через связку с вот этим вот товарищем ненадежным информатором в других случаях эта карта чаще всего себя не оправдывает поэтому я рекомендую брать только суевучий если вы хотите играться через этих двух командиров и эту комбинацию в иных случаях это не имеющее смысла карта возможно в фулгриме но это тоже весьма спорное явление а там весьма интересная карта на самом деле которую очень часто недооценивают сходом манифеста судьбы в наследие а там остался последним нейтральным сейвом который дает выживший а не просто хилит в целом карта не самая плохая но и не самая хорошая местами она может помочь но зачастую у вас есть очень много карт который вы хотите засунуть чаще всего его берут в командиров которых мало хп то есть допустим 30 либо есть какая-то комбинация через карту которую хочется вернуть поэтому карта весьма спорная но все-таки иногда играется внутреннее светилище карта для фулгримов сугубо внедренный культист не знаю что должно вас побудить но иногда вижу в билдах вот есть двигатель тут лучше это на самом деле довольно интересная карта для колод которые завязаны на небольшом количестве существ но большом количестве техники карта может вам помочь хорошо играет в основном в темных ангелах пожирателях миров потому что они играются от небольшого количества существ и большого количества тактик либо каких-то других вариаций особенно у темных ангелов эту карту любят Алацери командный мостик пожалуй одна из сильнейших лек в этой игре выберите и возьмите тактику из колоды по сути это добор притом добор не простой рандомной карты а карта которая вам нужна то есть вам дают три на выбор и вы выбираете именно нужную в случае если у вас в колоде почти нет тактик и большинство это существа это действительно очень полезная и приятная карта можно взять в колоды которые заточены на добор тоже в целом неплохой вариант но там они себя показывают менее эффективно роковое столкновение карта сугубо для агроколод потому что позволяет вытащить лицо вражеского командира из-за стенок играбельно не везде и чаще всего играбельно у новичков фанатик сигнуса на самом деле довольно неприятная карта если у вас есть возможность его как-то бафать может себя показать у новичков и в каких-то колодах которые завязаны на том что у вас тушки умирают может себя показать неплохо но чаще всего это какие-то спанколоды на пехоте экипаж предатель тоже неплохая карта техническая потому что это и стушка на столе и по сути своей какой-то добор с генерацией ресурсов очень неприятная карта но в целом жить можно бесшумная смерть одна из обязательных карт на титанов потому что именно от нее часто они играются культист колдун так немножко технический сбой паузу прошу прощения за технический сбой культист колдун неплохая карта неплохой третий дроп где он плохой можно заменить еще и им потому что вводит случайного низшего демона а случайный низший демон это вот изверг слонеж у нас там синий ужас чумной трутинь да и самый вкусный это повелитель крови так что в целом можно ему взять неопознанное судно неплохо играется иногда в кулаках либо каких-то колодах на мелких существах неплохо себя показывает в колодах через марш стали у железных рук либо допустим можно взять в колоду на сауне барана но активно он себя показывал очень хорошо когда жертва торгутая давала один урон за каждое существо вам уносит стол вы оюзаете судно он достает вам две тушки удешевленные вы выставляете снова и вы говорите здравствуйте вы как бы просто впитали урон зря и потратили мону зря карта не самая плохая но и не самая хорошая скорее техническая и ситуативные отметы орбитальная осада на самом деле довольно сильная и очень неприятная карта очень жестко играется в колодах которые могут генерировать ресурсы например это у нас желеман титаны карта в основном играется на таких командирах для зачисток стола очень сильная карта но специфичный не подойдет всем сеть информаторов универсалка можно взять почти в любую колоду как бы один урон но по всем это приятно еще и сбивает инвиз тоже дело приятное синий ужас один из интереснейших демонов вот я говорил что есть колоды которые заточены на разгонку через тактики так вот синий ужас часто есть в таких колодах потому что он довольно жирным становится карта весьма спорная но в некоторых колодах может неплохо себя показать сорг интересная карта на самом деле особенно в билдах колебанцев на допустим том же товарищи забыл совсем я забыл как командира зовут господи какой ужас вспомнил новосага новосага очень неплохая карта чумой трутин низший демон он сильный одновременно но и одновременно слабый приятно получить с генерацией ресурсов какой-то либо призыва какого-то но не вводить самому все-таки спорно вводить и таскать демона но допустим на каком-нибудь демоне по типу отроди хаос который бяк бяк у которого 25 хп и тайная атака он приятно смотрится на мухе который повелитель мух он тоже приятно смотрится на аском отроди он тоже неплохо смотрится но опять же специфик командиров смотрящий во тьме карта на самом деле весьма спорная но в некоторых местах когда допустим игра идет от забав одного существа в мете он может себя показать неприятно в остальном слабенький экротрес сейчас одна из самых сильных карт у хаоса на самом деле одна из самых сильных тушек учитывая то что очень много кулаков сейчас в мете карта может себя неплохо показать все таки стабильно она тебе дает захил плюс первый ход она вскрытность то есть вас скорее всего она похилит на 1 на 3 хп за 0 маны один раз точно так что карта весьма сильна аклеон сугубо для пехоты хаоса и колодок на них зверфиры карта сугубо для билдов на демонах повелитель крови на самом деле весьма неприятная карта и очень сильная в целом 5-5 на 4 маны даже с учетом того что ты даешь обеспечение 1 не 1 а 2 и дает пинг 1 за размен по хп это неприятно это очень неприятный дроп на самом то деле особенно если он уходит без обеспечения допустим у несущего слова через книгу лакару очень неприятная туша но все таки спорная если у вас нет нормальных четвертых дропов можно взять но все таки подумайте посмотрите что у вас как сказать критично ли вы относитесь к тому нужна ли вам мана или нет то есть допустим каким-то агроколодом возможно он действительно хорошо заходит по типу раума ангрона джигатая возможно но никак не каким-то командиром от стола исключение естественно те кто может убрать обеспечение для них это один из лучших дропов на четвертую ману сажение бота весьма слабая карта на самом деле потому что рандомный урон 4 маны можно где-то закинуть на каком-нибудь крагере допустим который играет зачисток но не более того шедевротистский карта на самом деле довольно неплохая но сейчас оглушение почти вышло из игры то есть если раньше это имело смысл взять на каком-то комбо командире и кидать его через ну когда вы попались против альфа легиона или же попались против мартариона да там это имело хороший смысл и позволяло побеждать сейчас ни альфа легиона почти нету в ладере ни почти нету как раз таки ребят на старых мартарионах потому что он ушел в наследие поэтому вроде как 4 хила это приятно оглушение тоже но сугубо вряд ли если вы играете от агрокомандира и у вас нету других хилов благосклонность к хорна карта потеряла весьма сильно свою актуальность теперь она дает вам два раза удар на три урона на мой взгляд карта стала слабой и брать ее я не вижу смысла для агрокомандиров возможно фулгримы можно взять но не более того ангроны извините у вас есть врожденная троечка фракционная которая делает то же самое но только лучше дракниен довольно интересная карта которую многие игнорируют по сути 6-6 дроп который еще и имеет последний вздох обеспечение один не сильно ест вам ману то есть если вы играете на какой-то спам колоде допустим кайфомарарк алексиспулукс камбодиас эр ой не рэп а этот корфейрон вы можете взять эту карту и радоваться жизни потому что про ненту будет крайне проблематично с ней разобраться а урон то будет вноситься отсечение трусости карта на самом деле довольно достойная но весьма спорная потому что пятая мана довольно важная если в ладере засилие повелителей ночи допустим альфа легиона агентов сегелита и гвардии ворона окей эта карта очень сильная но в других вариациях я бы взял все таки лучше сетку информаторов потому что она стоит 3 маны а эта стоит 5 увы да ураганный урон по инвизу стабильный урон по столу но все таки я предпочту в большинстве вариантов если только не засилие инвиза в ладере брать как раз таки сеточку но на самом деле карта довольно сильная ее игнорировать в случае если много оппонентов с инвизом не стоит пирамида фатепа если гора форос хоть какую-то пользу имеет действительно ее неприятно разменивать то на пирамиду фатепа в большинстве своем все кладут болт потому что карта на самом деле откровенный кактус ни стат ни по сути какой-то эффективности случайная тактика ну блин есть зулан который допустим вам даст карту за одну ману и то вы выберете ее более эффективно чем вам упадет какая-то рандомная и тоже с упорством а не с решимости как бы окей это вообще один из самых бесполезных карт в игре планетарная зачистка играется в основном в агроколодах как урон который можно внести в лицо будьте аккуратны может прилететь в вас риск задержания карта на самом деле неплохая по честь тропы с маленькой с маленьким количеством хп которые допустим сидят в инвизе либо затриггерить свое но весьма спорно особенно с ребалансом инвиза карта неплохая но не на всех командиров в основном на агруппа типу ангрона астральное вторжение карта которая тоже является весьма спорной особенно после нерфа хотя в целом в колодах которые могут уничтожить по типу фулгрима она будет неплохо играться но тоже весьма спорная монстр пифоса или монстр пафоса как его очень многие любят называть карта на самом деле довольно сильная потому что 6-4 это приятно плюс она точно сидит в инвизе ее придется выковыривать для новичка это довольно хороший дроп на шестую ману но все-таки для тех у кого уже собраны карты это довольно слабая карта но в целом карта имеет право на жизнь в любой колоде которая играет от стола либо просто хочет как-то заменить шестую ману в целом она приятна губительное притязание еще одна проклятая карта для титанов сугубо для титанов потому что они могут себе позволить сыграть ее на седьмую ману притом на титанов больших у которых есть пять как сказать ну пять сегментов то есть две лапы допустим и два наплечника то есть это не меньше чем титаны класс полководец соответственно на другие более меньших смысла брать не вижу и вот одна из самых сильнейших карт в этой игре в плане нейтралов это киша ялх лучший демон слонеш или как его в простонародье кличет секс демон вот карта на самом деле довольно сильная потому что это и удар с планком и террор то есть скорее всего он ударится разменяет он тушь еще и останется на столе единственный минус это как раз таки обеспечение 4 но помните я говорил что есть величайшая обязанность или не величайшая обязанность короче вот есть двоечка у армии да помните я говорил я их просто постоянно путаю величайшие обязанности и как как вот блестящая решимость так вот с блестящей решимостью киша ялх становится не просто разменом но еще и по хилам потому что у вас вылетает 8 урона вражескому столу вы размениваете еще и хилитесь на 8 хп то есть в целом карта весьма и весьма достойная в такой комбинации так обе карты сильны еще интересным можно назвать боксофиля но играется тоже спорно секс демон самый полезный из них на втором месте естественно боксофиль в спан колодах можно взять благословление четырех карты на самом деле сильные апофеоз используется в основном для кого для соло командиров по типу хана и керза да заговариваюсь уже ритуал призыва по сути говоря тот же спам и сугубо скорее всего на культявках то есть это или корфэйрон либо какие-то нейтральные командиры поэтому мало играбельно мало юзабельно гакрух в целом не самый плохой демон самый плохой высший демон вот он самый слабый этот же возможен к тому чтобы сыграть его через какие-то вариации с отчаянной обороной в случае если вы играете на титане то есть его можно взять либо же через вывод каких-то мелких агродек то есть у вас есть много спама и вы им постоянно атакуете то есть этот демон может выйти ну и помечу что все эти карты которые я не назвал скорее всего вы их вообще не увидите в ладере либо увидите в какой-то ну спорной колоде то есть почти вы их не увидите я назвал наиболее используемые поэтому всем спасибо сорян за оговорки за какие-то шумы как бы пишу на живую поэтому да всем спасибо за просмотр всем пока 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 не